Доброе утро! Самый позитивный в стране Евросоюза. Латвия, привет! Просыпаемся. И утро сегодняшнее я хочу посвятить самому бесстрашному человеку в нашем государстве. Как ты думаешь, кто это? Правильно, это господин Стакис. Я не буду перечислять все то, что он натворил за последние несколько лет, и не буду задавать вопрос, какого черта он до сих пор на своем месте. Мне просто интересно несколько событий. Смотри. Первое. Человек полетел на чемпионат по хоккею за счет государства. Вот представьте себе, это не называется коррупцией, это не называется растратами. Просто взял, подписал какие-то бумаги, и все. И мне вдруг срочно потребовалось лететь в Тампоры на три дня, из которых два дня выходных. Ты видел такую командировку, что ты летишь на три дня, у тебя два дня выходных, а один день это перелет туда-сюда. Вы представляете, как это было вообще возможно? То есть никакой уголовной ответственности за растрату государственных денег, я так полагаю, у этого парня не будет. Как? Как? Следующий момент. Гей-парад. Я не буду трогать гомофобию, оставлю его в покое. Ну, это не моя тема. Смотрите. Чувачок взял сам, самолично вывесил флаг на ратуше. А по закону ты мог это делать? Нет. Ему задают вопрос, на каком основании ты принял это решение? Он очень коротко ответил, но суть там была такая, пошли нахер. Ну, вот именно так и посылают люди. Следующий очень интересный момент. Если ты мэр в этом городе для всех, выходили учителя. Вы где-нибудь видели, чтобы он схватил флаг Латвии, и впереди колонны, шесть учителей, шел и махал им. Был такое. Выходили медики. Вы где-нибудь видели, чтобы он выходил флагом и махал, когда шли медики. А вот когда пошли педики, он был в первых рядах колонны. Я что-то не понимаю. Есть же горожане, и есть люди, которые, ну, тебе платят. Зарплату твою, понимаешь? Твои избиратели. Каким-то образом ты там сидишь и должен отстаивать интересы рижан. Учителя идут, это не интересы рижан. Медики идут, это не интересы рижан. Идут другие люди, это интересы рижан. Кто определяет эти приоритеты? Он лично? Тогда, может быть, ты где-нибудь в Тукумсе организуешь свое государство, свой какой-нибудь город. И в этом городе ты будешь мэром, и там будешь делать вообще все, что хочешь. Но это лирика. А теперь посмотрим, как работают законы. Мы видим на примере этого господина, что законы в этой стране не работают от слова совсем. Потому что есть какие-то правящие, которые могут поставить запятую, точку, тире, равно и вписать буквально, ну, вот моментально. То есть, раз мы в чемпионате выиграем, завтра хоккей, вот так, вот так, вот так написали, я уже бесплатно туда лечу. Это раз. Во-вторых, смотрите, если он настолько мелочная тварь, помимо того, что он получает гигантскую зарплату, он же еще бизнесмен, который имеет ряд акций там во многих предприятиях. И парень довольно небедный. И если ты настолько мелочный, что ты даже билетики, билетики предпочитаешь покупать за счет государства, вот такой вот включенный мужик. Вы представляете, что происходит в сделках покрупнее? Там, где полмиллиона, мол, миллион, столбики. Это же не коррупция. Нет, нет, это не коррупция. Но если даже человек на билетах сраных пытается украсть, что можно говорить об этом человеке, и о чем можно говорить? Вот, ну, поражает, конечно же, то, что мы самая позитивная страна Евросоюза. Ни один мэр, ни в одном государстве мира не просидел бы больше, чем неделя после того, что он устроил. Этот, поверьте мне, на второй срок пойдет. Вот. Ну, а мы же будем смотреть и наслаждаться, насколько замечательная наша страна. И, ну, на самом деле, очень позитивно. Ну, вот, очень позитивно. Ну, да, мы же за это не платим, за это МВФ платит. Мы же субсидированная страна. Поэтому со стороны можно смотреть, тратятся не мои деньги, и чувачок просто гуляет, отжигает. А если бы не этот весельчак, так веселить-то особо нас нечем. Правда же? Доброе утро, Латвия. Просыпаемся.